Привет, друзья! Как ваши дела? Успели соскучиться? Я к вам с новой невероятной подборкой. Сегодня посмотрим на 20 крутых товаров из Китая. Что-то однозначно вам зайдёт. Пока не начали, проверяйте подписку на канал, обязательно жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. А в конце ролика оставляйте комментарии, это очень помогает развитию канала. А также в конце вас ждёт конкурс на новый смартфон Samsung Galaxy A53. Всё готово? Даже вкусненькое принесли? Нет, скорее на кухню, ведь выпуск будет настолько интересным, что оторваться будет невозможно. Ну что, погнали смотреть! И начнём с прикольной портативной игровой приставки. Вы только посмотрите на этот крутой дизайн. Она просто невероятно стильно выглядит. Ретро-консоль в стиле Nintendo с крутыми показателями однозначно заслуживает внимания любителей поиграть. Итак, что по характеристикам? Двухъядерный процессор ARM Cortex-A7 с частотой 1,2 ГГц и 128 МБ оперативной памяти DDR3 для эмуляции Game Boy Advance и PlayStation 1. Экран с диагональю 3,5 дюйма в соотношении сторон 4 к 3. Также консоли оборудованы слотом для чтения microSD-карт, портом для зарядки и передачи данных USB-C, крестовиной D-Pad. Крутой и надёжный держатель для планшета. Максимально прост в установке. Силиконовое крепление надёжно и бережно держит устройство. Четыре шарнира могут поворачиваться на 360 градусов, так что для регулировки высоты или угла наклона вам не придётся прилагать усилий. Всё просто, буквально в одно касание. Надёжный и прочный сплав гарантирует долгую эксплуатацию устройства. Сама подставка прочно крепится к основанию стола или прикроватной тумбы. Удобный девайс, с такой штукой классно смотреть ролики или сериалы. На очереди крутейший планшет с безумными характеристиками. Из основных бонусов ёмкая батарея, аж 33 280 мАч. Огромный двойной фонарик с отдельной кнопкой включения. Порт HDMI и защита от падений по военному стандарту MIL-STD810H. Вес планшета производителем не раскрывается, но примерно около 1 кг. По ощущениям достаточно весом. По основным характеристикам экран 10,36 дюйма. IPS-матрица 2К 120 Гц. Процессор MediaTek MT8788 при памяти на 8 родных гигабайт и 256 флешечных. Что касаемо батареи, при невероятной ёмкости планшет поддерживает быструю зарядку. Это очень удобно. Подключается к сети через Wi-Fi и сим-карту от 2G до LTE. Само собой, есть Bluetooth и GPS. Настало время разумной самообороны. Перед вами ничто иное, как миниатюрные шокеры по цвету на любое предпочтение. Заряжается устройство от сети. Есть функция фонарика и вообще его можно прицепить на связку ключей. Выходное напряжение 1000 кВт. Этого разряда достаточно, чтобы отпугнуть собак или человека. При этом не навредить, а именно испугать. Крутая функциональная штука. Вполне можно научить ребёнка пользоваться и не переживать за безопасность. Да, весь девайс всего 52 грамма, так что повесив на ключи или просто положив в карман, вы не просто обезопасите себя, но и не перенапряжётесь. Скорее всего, вы даже не почувствуете, что что-то прибавилось. Отличное устройство для критической ситуации. ТОП! Крутая механическая клавиатура с магнитным переключателем и триггером. Однозначно зайдёт любителям поиграть. Вообще, это необычная клава в стиле «сделай сам». Это набор, в который входит пластина для фиксации переключателя, форма для размещения между пластиной и платой, плата-стабилизатор для надёжной фиксации длинного ключа и USB-кабель для подключения. Как видите, её нельзя использовать как клавиатуру отдельно. Не самый обычный формат, чтобы просто поиграть, правда? Но это однозначно того стоит, ведь в итоге вы получаете невероятно быстрый и точный отклик и буквально тактильный ответ на ход игры. Как ещё разнообразить скучные геймерские будни? Правильно подключить жесты и направить весь свой игровой потенциал. Рассказываю, браслет Mio от Talmic Labs предоставляет бесконтактное управление, считывая движение руки и фиксируя электрические импульсы в мышцах. Простое движение руки или пальцев может изменить привычный способ работы с компьютером. Этот контроллер совместим с компьютерами на платформах Windows и OS X, а также мобильными устройствами на iOS и Android. Он также работает с дронами и различными устройствами умного дома. Благодаря использованию новейших технологий Mio поддерживает даже шлем виртуальной реальности Oculus Rift. Готовы увидеть самый маленький BPA? А вот он, только посмотрите на эту крошку. Выглядит как настоящий вертолёт, только с возможностью съёмки супермаленького размера. Время полёта до 21 минуты при расстоянии удаления до 2 километров. Благодаря тепловому датчику FLIR Lepton и визуальной HD-камере, система обеспечивает чёткую обработку изображений. Модульная конструкция позволяет быстро заменять АКБ и бортовые сенсоры. Управление посредством контроллера и монитора система PD100. Монитор работает на доработанном ПО с упрощённым и интуитивно понятным интерфейсом. Продолжим тему миниатюрных камер. Предлагаю посмотреть вот на эту малышку. Да, это скрытая камера, использующая новейшие нанотехнологические процессы. Максимально сохраняет чётко, сделая камеру самой лёгкой в мире. Благодаря своей незаметности её можно спрятать где угодно. Говоря про нанотехнологии, имеется в виду, что у камеры сапфировый объектив, который поднимает качество картинки на новый уровень. Такой объектив не мутнеет и не царапается, так что сквозь линзу видно все детали. Есть возможность прямой трансляции. Для этого достаточно подключить камеру к домашней сети Wi-Fi и скачать приложение на телефон. Блок питания обеспечивает до двух с половиной часов непрерывной работы. Если вы хотите вести прямую трансляцию 24 часа без перерыва, вам нужно всего лишь настроить её на USB питание. Удобно, что камеру практически не видно. Можно спрятать её или замаскировать. Умный робот, который может заменить вам питомца и домашнюю веб-камеру. С ним можно играть, учиться написанию кода в специальном приложении и придумывать новые способы взаимодействия. Благодаря чувствительным и разнообразным сенсорам он распознаёт эмоции в пространстве, команды и звуки голоса, а также направления, откуда они доносятся. Четыре устойчивых колеса позволяют этому роботу преодолевать препятствия в виде порогов и изменений высоты пола. А благодаря балансу робот может стоять на двух колёсах и даже самостоятельно вернуться в нормальное положение, если он вдруг опрокинулся. Если вы не можете позволить себе настоящее животное по разным причинам. Ну что, пора и на красивое посмотреть, не правда ли? Ночник оснащён светодиодными лампами, которые обеспечивают яркое и равномерное освещение. Мощность одной лампы составляет 5 Вт, что гарантирует комфортное и уютное освещение. Особенностью ночника является его беспроводная конструкция. Он работает от встроенного аккумулятора и поддерживает зарядку через USB-порт. Это позволяет использовать его в любом месте без необходимости подключения к электросети. Управление ночником осуществляется с помощью сенсорных кнопок, что делает его использование удобным и простым. Материал плафон и стекло, а арматура изготовлена из пластика. Это обеспечивает прозрачность и долговечность конструкции. Светодиод размером с кредитную карту с беспроводным питанием, который крепится к задней части смартфона и обеспечивает мгновенное освещение. Лампа мощностью 5 Вт обеспечивает мощность 500 люмен и обещает индекс постоянства телевизионного освещения TLCI97. Цветовая температура составляет 5600 дневной свет. Помимо беспроводной зарядки, устройство оснащено портом USB-C, что означает, что оно может питаться напрямую от смартфона или пауэрбанка. Светильник имеет ширину 85 мм, высоту 54 мм и толщину 3 мм. Он весит около 27 г, а еще устойчив к атмосферным воздействиям и имеет степень защиты IP67. А вот этот необычный транспорт – не что иное, как электросамокат. Стойка райдера, как у скейтбордиста. Для ног предусмотрены удобные площадки, расположенные в центре колес. Размер этих колес больше, чем у большинства электрических самокатов и равняется 12 дюймам. В совокупности с внедорожной резиной и мощным мотором 2700 Вт на электроборде можно ездить не только по асфальту, но и по легкому бездорожью. Максимальная скорость, которую он развивает – 65 км в час. Торможение на электроборде происходит за счет заднего дискового тормоза и дополнительного электротормоза с режимом рекуперации. Внутри корпуса установлен литий-ионный аккумулятор LG емкостью 31 Ач и напряжением 60 Вт. В экономном режиме он позволяет преодолевать расстояние до 100 км. Портативный и очень необычный пауэрбанк. Благодаря пяти выходным интерфейсам и емкости 50 000 мАч этот блок питания может одновременно заряжать несколько устройств, устраняя необходимость в очередях. Будь то планшет, смартфон или блютуз-наушник, все они могут одновременно получать быструю энергию. Экран дисплея визуально отображает оставшуюся емкость аккумулятора. Вы всегда будете в курсе состояния электропитания. Оснащенный прочной подвесной веревкой, он выдерживает нагрузку в 40 кг, что гарантирует сохранение целостности и надежности аккумулятора во время поездки или кемпинга. Пакман – один из самых знаковых персонажей всех времен. Этот инновационный светильник Пакман имеет 9 различных цветовых фаз. Вы сможете выбрать тот, который соответствует вашему настроению. Есть режим вечеринки, когда светильник меняет цвета попеременно. Прикольный ночник отлично впишется в детскую комнату или спальню в игровом стиле. Еще у него есть функция распознавания голоса, так что если вы выберете режим вечеринки, он будет моргать в такт музыке. Суперлегкий складной электросамокат – отличное решение для перемещения по городу. Универсальный экологичный вид транспорта, который идеально подходит для городских условий. Он способен разгоняться до 32 км в час, а также имеет запас хода до 50 км на одном заряде аккумулятора. Рама электросамоката изготовлена из алюминиевого сплава, что делает его легким и прочным. Благодаря складной конструкции его легко транспортировать и хранить. На руле расположены все необходимые элементы управления, а также дисплей, на котором отображается информация о скорости, заряде батареи и других параметрах. Для безопасности движения самокат оснащен системой электронного и механического торможения, а также светодиодной подсветкой, которая обеспечивает видимость в темное время суток. Детектор скрытых камер, если вы переживаете за свою персонализацию. Этот компактный гаджет использует инфракрасную технологию для обнаружения скрытых камер по красным отражениям. Работает в двух режимах – быстрое сканирование и всегда включен. Легко обнаруживает камера на расстоянии до 5 метров. Кстати, чтобы везде брать его с собой, достаточно закрепить его на ключах. И да, устройство поддерживает быструю зарядку, что тоже очень удобно. Необычные наушники с мультимедийным экраном, на котором отражаются технические данные в настоящее время. Эргономичная форма вкладышей обеспечивает удобную посадку в ухе. Особенность Xiaomi Mi True Wireless Airphones 2 Pro в поддержке системы активного шумоподавления, которая за счет распознавания и эффективного гашения фоновых шумов создает эффект полного погружения. За создание мощных басов отвечают установленные 12-миллиметровые динамики. Технология DSP при наличии двух встроенных микрофонов позволяет увеличивать качество речи, гарантируя во время разговора чистый звук голоса даже в шумных местах. Для управления функционалом наушников предусмотрена сенсорная панель. Корпус модели защищен в соответствии IPX4. Ребят, ну вот и подошел этот ролик к концу. Но у нас еще остался конкурс на смартфон Samsung Galaxy A53. Для участия надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий и ты участвуешь. Ну и в следующем видео мы определим победителя. А в предыдущем конкурсе победил Марк Съедин. Напиши мне в ВК и забирай свой приз из прошлого видео. Все, всем пока!